МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 марта 1968 года. Всемирно известный космонавт Юрий Гагарин собирается на аэродром. Про такие дни говорят, встал не с той ноги. Дурные предзнаменования преследуют лётчика. Накануне он случайно уронил и разбил ручные часы. Ценный подарок, преподнесённый депутатами Верховного Совета. А утром почему-то упал со стены большой фотопортрет Гагарина. В дребезге разбилось стекло. Не к добру, говорят в народе. Упал портрет, недолго жить осталось. Служебный автобус подвозит знаменитого космонавта к шлагбауму. На КПП его не пускают. Выясняется, он забыл пропуск. А без документов к реактивному самолёту не пропустят даже Гагарина. Приходится возвращаться домой. Опять плохая примета. Последняя плохая примета в его жизни. Через несколько часов весь мир узнал. Юрий Гагарин разбился. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Человечество верит в приметы уже несколько веков подряд. Все ему говорили, друзья и соседи, Миша, не надо, ну вроде 40 лет, там, не празднуют. Тайны древних языческих обрядов. Почему мы плюем через левое плечо и зачем стучим по дереву? Нас от дьявола избавляет только Бог. Истинная природа числа 13. 13 это двери в хаос. И сокровенная, хранящаяся в простом зеркале. Если зеркало разбивается, вы можете потерять свою душу. Тайны мира. Знаки судьбы. Я раскрою все тайны. Разбитое зеркало к несчастью. Соль, просыпанная на стол, к ссоре. Если птица стучится в окно, значит в семье скоро кто-то умрет. Нельзя зашивать вещи на себе. И горе тому, кто принесет домой кладбищенскую землю, прилипшую к обуви. Почему мы в это верим? Тысячелетиями человечество собирает приметы. Какие из них действительно работают? Сегодня я в этом разберусь. 27 марта 1968 года в 10.30 Юрий Гагарин сообщает в Центр управления. Возвращаемся на базу. После этого связь с истребителем, в котором находился первый космонавт Земли, оборвалась. Это потом станут известны скудные подробности. Экипаж внезапно совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Юрий Гагарин и его напарник разбились спустя полторы минуты после разговора с диспетчером. Трагедия, на которую так явно указывали приметы, случилась. Упавшая картина, разбившиеся часы, забытый пропуск. А если бы Юрий Гагарин прислушался к знакам судьбы, остался бы он в живых? Приметы. Знания, которые наши предки собирали веками, передавая их из поколения в поколение. Издревле считается, что приметы – лучший способ предсказать будущее. Нам кажется, что какое-то явление, которое происходит, оно сигнализирует какое-то явление, которое обязательно произойдет или может произойти. На самом деле, приметы так, в общем-то, и переводятся, как сигнал, который предвещает какое-то будущее событие. Почему в народе бытует поверье, что 40-летний юбилей отмечается не к добру? Мы не задумываемся над этим, в то время как у этой приметы есть глубокое и интересное обоснование. В знаменитой шансонье Михаил Круг в год своей смерти шумно отпраздновал 40-летний день рождения. Вино и шампанское лились рекой. Михаил не был суеверным человеком. Он не обратил ни малейшего внимания ни на предостережение друзей, советовавших ему на этот раз отменить торжество, ни на другие приметы, которых, по словам очевидцев, в тот день было много. Смог бы он изменить свою судьбу, если бы прислушался к знакам свыше. И сигаретный дым плывет, застолье тешится. 7 апреля 2002 года. Михаил Круг празднует день рождения с большим размахом, как никогда. Гостей больше ста человек. 40 лет – это, по сути, только начало жизни. Все ему говорили, друзья и соседи, да, Миша не надо, ну, вроде 40 лет там, ну, не празднуют. 3 июля 2002 года. Похороны Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище. Проводить в последний путь пришли те, кто еще совсем недавно пил за здоровье и долгую жизнь именинника. Ему все говорили, что 40-й день рождения не отмечают. Сказал я, хозяин-барин, я хочу отметить день рождения. Со дня своего 40-летия Михаил Круг прожил всего три месяца. Жизнь певца оборвала пуля. Вооруженные бандиты ворвались в его дом 1 июля 2002 года. Круг закрыл жену своим телом. Получилось так, что вот он прикрыл, он широкий, яд худенькая, он же широкий, Миша такой, плечи, все это. И вот все, и получилось так, что все в него вот так прошли. Не то, что он, видимо, то либо оттолкнул, либо как-то так, что я упала вот под козырек, а все пули в него. И вот та самая бумажка, это его кровь. Зоя Петровна до сих пор хранит эту картонку с печатью смерти ее сына. Почему в народе существует поверье, что нельзя отмечать 40-летие? Согласно восточнославянской традиции, число 40 означает смерть, а также переход. Именно 40 недель нужно ребенку, чтобы созреть в утробе матери и появиться в нашем мире. Сорок дней постился Иисус Христос перед тем, как войти в Ярусалим. Сорок лет Моисей водил евреев по пустыне. Считают, правда, православные христиане, что на сороковой день душа, собственно, отправляется на главный суд, в общем, да, где будет определенная временная участь, в аду или в район. Последние дни жизни автора Владимирского Централа окутаны мистикой. Близкие певца признаются, накануне смерти Михаила Круга слишком многое указывало на то, что ему осталось жить совсем недолго. И он мне сказал, мам, я смерти не боюсь. Я прямо сказала, что это смерти-то прямо, Миша? Мама, а что, она неизвежна. На этой фотографии Михаил Круг обнимает Юрия Барабаша, известного как певец Петлюра. Книга с этим снимком была опубликована, когда Петлюры уже не было в живых. Плохой знак сфотографироваться с покойником. После выхода книги жене певца приснился сон. Я видела прям цветы, как все несут вот их, причем такие красные, алые, даже такие бордовые розы, не алые, а бордовые, темные. Вот, и я утром проснулась, и ему, я говорю, Михаил Владимирович, мне вот такой сон приснился. Я говорю, может, в церковь. И он так повернулся ко мне, Ирина Викторовна. Эту песню, последний громкий хит Михаила Круга в начале 2002-го слушала вся страна. Сначала многим показалось странным. Цыганова поет про веселую жизнь, а Круг про нелепую смерть. Мурашки, вы это говорите, я не могу, действительно так было. Про веселую жизнь и нелепую смерть. Я пыталась его как-то, видимо, предупредить, но о чем предупредить, я не знала. В день смерти Михаила Круга в окно к цыгановам влетела птица. Знак этот был Вики с Вадимом, когда к ним в дом в окно влетела птица. Значит, что-то с кем-то из близких, из родных, что-то случилось. Влететь в дом человека – поведение, не характерное для пернатых. Согласно древнеязыческим верованиям, в некоторых птиц вселяются души умерших. И такая птица залетает в дом, чтобы позвать за собой кого-то из живых. Современная орнитология говорит нам о другом. Все это совпадение. А птицы иногда залетают в окна просто потому, что во время магнитных бурь или перед грозой теряют ориентацию и летят, не разбирая траектории полета. Какие представления более верны – древние или современные научные? Я раскрою все тайны. Алла Пугачева верит в приметы и слушается их. Все важные события в ее жизни предсказываются заранее. Особыми знаками. Так говорит подруга Аллы Борисовны, известная певица и поэтесса Любаша. Кстати, она первой заметила знак, предвещавший роман «Примадонны» с Максимом Галкиным. Интересно, что сейчас Любаша считает, что приметы до добра не доводят. Человек, верящий в них, дает власть над своей жизнью темным силам. Что происходит в окружении Примадонны и почему верить в приметы теперь считается дурным тоном? Эта песня для Кристины Арбакайте и Владимира Преснякова стала пророческой. В нескольких строчках вся суть отношений бывших супругов. Их конфликт и последовавший за ним скандальный развод. Она просто близка, конечно. Это действительно отражало то, что происходило. Очень отражало. Слова к песне «Перелетная птица» написала Татьяна Залужная, больше известная как певица Любаша. Владимир Пресняков считает Залужную предсказательницей судеб. Когда человек даже запутается, путается и себе не может объяснить, она может это объяснить с стороны лаконично. Первый этот талант поэтессы открыла сама Алла Пугачева. Она заказала ей песню для дуэта с Максимом Галкиным. Любаша тогда ничего не знала о начинающемся романе Примадонны и телеведущего. Будь или не будь, делай же что-нибудь. Будь или не будь, будь или не будь. Что вы, будь или не будь. Все время идет неопределенность. Но Алла Борисовна поставила точку над ней. Будь. С тех пор Любашу в звездной тусовке называют ходячей приметой. О чем напишет поэтесса, то и сбудется в жизни исполнителя ее песни. Если хотите, я лично ее считаю современным Нострадамусом от песни. С нами происходит всегда то, во что мы верим. Почему мы стучим по дереву, чтобы не спугнуть удачу? И в кого плюем через левое плечо? Какие приметы действительно сбываются? А на какие можно смело махнуть рукой? Лучше всего об этом знают те, кто стоит у истоков славянских верований. Большинство примет достались нам в наследство от языческих предков. Как в современном мире применить древние сакральные знания? И какие из них действительно работают? Конец сентября 1920 года. 27-летний король Греции Александр I обедает на борту английского судна Ремелис. Подают греческий салат и запеченные баклажаны. К трапезе прилагается сигара, слабость греческого самодержца. Под рукой у адъютанта оказывается всего одна спичка. От нее зажигается королевская сигара, а также сигара одного из его адъютантов и капитана судна. Александр I неосмотрительно шутит. Год не кончится, как одному из нас троих суждено умереть. Через несколько дней Александр I умрет от заражения крови после укуса дикой обезьяны. Мало кто помнит эту легенду про греческого короля. Но все знают, прикуривать три сигареты от одной спички к большому несчастью. Как у любой приметы, так и у этой, есть и другое, вполне логическое обоснование. Некоторые скептики заверяют, во время окопных боев передача зажженной спички от одного другому привлекала внимание снайпера в противоположной траншеи и давала ему как раз достаточное количество времени, чтобы прицелиться и убрать именно третьего. Примета – это когда человек находится в неком диалоге с природой, и природа его о чем-то предупреждает. Вот эти приметы человек пользуется в своей жизни, ну, как неким механизмом. Язычники верили. За левым плечом у каждого человека стоит бес. А за правым – ангел-хранитель. Считалось все, что справа от Бога, а слева – от лукавого. Значит, привычные каждому три плевка предназначаются именно черту. У человека есть духи-спутники. Вот, в случае с правым и левым плечом – это доля и недоля. То есть дух, ну, светлый, позитивный и дух темный. Согласно языческому поверью, злые духи жили в деревьях. Когда наши предки произносили вслух что-то важное, они стучали по дереву, чтобы не сглазить. Считается, что именно стук позволяет отвлечь внимание духа от сказанных слов. Нас слышат там сотни ушей. Есть хорошие духи, есть не очень хорошие. Для них услышать какое-то замыслие человеческое – это команда к действию. Помешать, запутать. У каждого профессионального сообщества есть свои приметы. Спортсмены верят, что если автобус, который везет сборную на соревнования, сдаст хотя бы на метр назад, они проиграют. Яхтсмены не разрешат женщине даже ступить на палубу яхты, которые готовятся к гонке. Кораблестроители разбивают о борт нового судна – бутылку шампанского. Кстати, в случае с «Титаником» бутылка с первого раза не разбилась. И все мы знаем, чем эта история закончилась. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий говорит – ритуалы есть у каждого спортсмена. И у футболистов, и у тренеров есть, но все они связаны с такими очень простыми вещами, которые ты гарантированно можешь выполнить. Это первый мировой чемпионат фигуристки Марии Бутырской. 1999 год. Хельсинки. Первая золотая медаль. Тогда фигуристка вышла на лед, чуть не опоздав. Платье для выступления она забыла в гостинице. Пришлось возвращаться. Теперь Мария верит в примету наоборот. Это одна из любимых примет была. Я обязательно должна что-то была забыть в номере, вернуться, но забыть так, чтобы это было не специально. У профессиональных спортсменов множество примет, как хороших, так и плохих. Одни помогают им выигрывать соревнования, другие напротив, мешают завоевывать золотые медали. Сейчас я проведу эксперимент, в котором проверю, действительно ли приметы влияют на спортивный результат. В моем эксперименте согласилась принять участие Александра Разумова, мастер спорта по бегу на короткие дистанции. Она утверждает, ей приносят удачу именно эти коричневые шнурки. С ними она бегает гораздо быстрее, чем с любыми другими. Да, для меня этот цвет счастливый. И шнурки счастливые. Мы попросим Александру пробежать два раза. Сначала с ее любимыми шнурками, потом с другой парой. Чтобы она не знала, какие шнурки на ее кроссовках, мы красим обе пары в один цвет. Черный. Я это делаю для того, чтобы сбить Александру с толком. Она не должна знать, в каких шнурках сейчас прибежит. Сейчас Александра бежит в несчастливых шнурках. Посмотрим, какой она выдаст результат. У нас результат 8,51. А вообще обычно ты как бежишь? 60 метров. 7,75. Теперь очередь за счастливыми шнурками. 8,09. При этом в других шнурках она пробежала за 8,51. Ну, сейчас-то правда в своих любимых шнурках бежала. Результат налицо. Вы меня обманули. Удивительно. В своих любимых шнурках, даже не зная, что это именно они, спортсменка пробежала на 2,3 секунды быстрее. Мы повторяем эксперимент несколько раз. Невероятно. В 7 из 10 случаев результат повторяется. В среднем на полсекунды быстрее бегунья преодолевает дистанцию именно в этих шнурках. Не может быть. Неужели приметы воздействуют на нас и на физиологическом уровне? Трагическая гибель молодоженов в Астрахани потрясла весь город. Молодые, счастливые, любящие друг друга, они не верили в приметы. Ни разбившиеся накануне свадьбы зеркало, ни птица, стучавшаяся в окно невесты. Ни предостережения родителей о том, что восьмерка – плохое число. И не надо заключать брак 8 августа 2008 года. Их не остановили. Поздравляем! Поздравляем! 8.08.2008 года Анна и Евгений Горбуновы праздновали бракосочетание. После свадьбы молодая семья прожила всего пять дней. Вот видите, столб сломанный? Столб ломается. Они отлетают, вот до проводов, вот к тем столбам. Молодые люди возвращались домой из гостей. Стояли на остановке и ждали автобуса. Возможно, молодожены в тот момент смотрели друг на друга. Потому и не заметили летящую на них машину. С момента их встречи и до последнего дня, минут гибели, у них постоянно были, как сказать, и приметы, и совпадения, которые впоследствии роковыми только их можно и назвать. Мама Евгения Светлана Александровна была против бракосочетания в високосный 2008 год. Ей не нравилась дата. Восьмое число восьмого месяца восьмого года. Женщина была уверена, это дурной знак. Их уговаривала, не торопитесь. Но когда они пришли из ЗАГСа, сказали, что у них будет свадьба восьмого, я, конечно, опять была в шоке. Сегодня, восьмого августа 2008 года, я поздравляю вас и объявляю вас законными супругами, мужем и женой. Дружкой и подружкой на их свадьбе стали родственники. Евгений выбрал родного брата Антона, Анна свою племянницу Валентину. Анна говорит, нельзя разделить? Нельзя ни в коем случае поменять свидетелей. Это нельзя, это плохая примета. Влюбленные только отмахивались от советов родителей. И продолжали готовиться к долгожданной свадьбе. К моменту регистрации Евгений переехал к своей невесте. И не захотел расставаться с Анной ночью перед самой свадьбой. Я говорю, перед свадьбой, последнюю ночь, ты дома должен ночевать. Он, значит, ни в какую. День торжества для родителей начался с недобрых предзнаменований. Перед свадьбой солонка у меня из рук выпадывала. Взяла зеркало свое и не уронила ничего. Оно в руке вот так вот трескается на мелкие куски. Я эти кусочки взяла, еще докрасилась. Сейчас родители погибших молодоженов часто пересматривают свадебное видео и фото. И каждый раз замечают новые знаки смерти. Они до сих пор не понимают, как в руках у невесты оказался букет из искусственных цветов. Такие обычно носят только на кладбище. Символическим теперь кажется и этот простой жест жениха. Они знают, он прощался с ними. Потом он везде махал. Прямо часто махал вот так вот. Молодожены Евгений и Анна Горбуновы погибли под колесами машины астраханца Никиты Ардошина 13 августа 2008 года. Теперь за решеткой. Он каждый день вспоминает слова матери. Она предупреждала. Пятница, 13-е. Будь осторожен. Близки мне на голове, может быть, не право машины. А я не знаю, наоборот. Почему число 13 считается несчастливым? В древности число это было совсем другое. Это были какие-то живые существа. Согласно мифологии майя, небо делится на 13 уровней, в каждом из которых жил свой бог. Многие индейские племена число 13 считали священным. В скандинавской мифологии 13 считалось числом богини любви. Почему и когда люди начали бояться этого числа? Я раскрою все тайны. В современной Формуле-1 нет болида под номером 13. Номер 13 был исключен из стартовых листов автогонок Гран-при после трех аварий машин с 13-ми номерами в 1925 и 1926 годах. Во Франции нет домов с номером 13. В США нет 13-х автобусов. В больницах по 13-м числам не проводят плановых операций. И даже нет палат с этим номером. Американский космический корабль Аполлон-13 единственный из всей серии ракет, на котором во время полета на Луну произошла серьезная авария. Создатель советских ракет Сергей Королев эту цифру тоже не любил. Довольно долгое время, 13-го числа, ничего не запускали. В древнееврейских апокрифах указано, именно в пятницу 13-го совершили грехопадение Адам и Ева. Неизвестный автор апокрифа утверждает, именно в пятницу 13-го Каин убил своего брата Авеля. 13-м учеником Иисуса Христа был Иуда Искариот. Жители шахтерского города Черногорск этот день хорошо запомнили. Некоторые и сегодня стараются на улицу не выходить. Они от дьявола идут. Нам, да, там боязно ходить. Просто боязно. В пятницу 13-го, в полнолуние, здесь произошло ритуальное убийство. Служители культа сатаны забили камнями человека. Безлюдное место, расположенное неподалеку от кладбища города Черногорска, то есть в поле. Вот это место. Это видео следственного эксперимента. 23-летний Сергей Солохин и 24-летний Сергей Белянин показывают, как в честь праздника принесли здесь жертву своему хозяину. Я кричал, барабас, барабас, дунос, балор, арес, марс. Это обозначает вызывание эгрегора жестокости, ненависти и гнива. Пятница 13-е. Считается, что в этот день устраивают шабаш темные силы. Как позже оказалось, один из убийц даже сохранил листок из календаря с даты убийства. Потом я сказал пострадавшему, скажи, да здравствует сатана. Он промолчал, и я кинул в него кирпич. Это был их первый опыт жертвоприношения человека. Раньше, в пятницу 13-го, они убивали только домашних животных. Все стены здесь исписаны сатанинскими надписями. Тело местного бездомного Андрея Колесова, Солохин и Белянин бросили на месте преступления. Погибшего нашли лишь спустя пять месяцев. Возле входа, ногами к входу, был расположен труп Колесова. Как все было, эти двое рассказали полиции. Мол, сели, выпили и вспомнили, что сегодня Черная пятница. А потом один из них, Сергей Солохин, пошел в магазин за сигаретами. По дороге, как он вспоминает, ему поступил приказ от сатаны. Он слушал его, что он мне говорил. Он мне сказал, чтобы я его принес в служебную. Ну и я сделал эту команду. Им грозило пожизненное заключение в тюрьме, но судебно-психиатрическая экспертиза установила. Оба фаната темных сил страдают шизофренией. Они признаны невменяемыми. Все следующие Черные пятницы своей жизни они проведут в психиатрической клинике. Как все-таки относиться к приметам? Как глупым суевериям или как знаком, предостерегающим нас и охраняющим? Может ли примета спасти жизнь? Мы проверим. Добровольцем в нашем эксперименте вызвался участвовать обычный москвич, 45-летний Юрий Иванов. Он работал персональным водителем на лимузинах. Получал хорошую зарплату и щедрые чаевые. Но в одночасье потерял все. В пятницу 13-го он попал в аварию. Разбил машину и теперь должен отдать полмиллиона рублей владельцу. Или пойти под суд. Таких денег у него, конечно, нет. Юрий уверен, приметы ему навредили. Приметы должны его и спасти. Мы сгенерируем вокруг Юрия все приметы, притягивающие удачу и деньги. И проверим, работают ли они. ТАКСИСТ Юрий Иванов уверен, его кто-то проклял. Неудачи, непрухи, везде не везет. Еще недавно он получал большие деньги, работая водителем в фирме по прокату лимузинов. Но вдруг его сократили. Пришлось заняться частным извозом. И тут неудача. Юрий одолжил иномарку у друга и в первый же день разбил ее до состояния не подлежит восстановлению. Долг в полмиллиона рублей теперь висит над Юрием, как дамоклов меч. Расписка долговая. Шансов расплатиться за год, как он обещал другу, никаких. Таких денег ему не заработать. И кредит безработному не даст ни один банк. Мужчина соглашается на эксперимент нашей программы. Он надеется. Если пройти через все ритуалы, приносящие удачу, фортуна вспомнит о нем. Первое, что мы предлагаем бывшему водителю лимузинов, помочь нищим. Многие считают, что именно эта примета работает. Это еще один способ привлечения удачи. Дворники. Секрет прост. Кланяйся первому встречному. Что, ребята, красите? Дай бог вам здоровья. Дай бог. Для того, чтобы поймать удачу за хвост и удержать ее покрепче, Юрий отправляется к знатоку языческих обрядов Алексею Бахарю за снятием порчи. Перед проведением обряда Алексей надевает специальную маску. Для того, чтобы обезличить себя перед духами и притянуть удачу именно к Юрию. Значит, ваша задача стоять вот здесь, вот на этом месте. Согласно древней языческой традиции, Алексей Бахарь сначала просит помощи у духов. Заклинаю всякого духа лихого и всякого человека худого. От тела и от сердца. От крови и от нутра. От жилья и от угодья. Богов удачи язычник призывает звоном священного бубна. Дальше в ход идут монеты. Они, уверен Алексей Бахарь, помогут Юрию избавиться от долгов. Как зерна падают до земли. Растут и умножаются. После окончания процедуры Юрий Иванов признается. У него появилась надежда на лучшее. Помогут ли ему другие приметы привлечь удачу? Мы проверим, работают ли народные поверья на самом деле. Вот типичный случай действия примет. Человек просыпается утром. Кажется, впереди его ждет обычный день. Он идет умываться. Но со стола вдруг падает зеркало. После этого на кухне рассыпается соль. Затем в окно стучится птица. Недобрые знаки. Вокруг все кажется совершенно обычным. Однако предчувствия одолевают человека. Все, что произошло, сулит настоящее несчастье. И тут звонок могильника. Родители. Только не это. Механизм действия примет пока остается загадкой для ученых. Ведь известно, возможности мозга человека не изучены до конца. В Советском Союзе на базе закрытых научных институтов проводились секретные исследования. Один из экспериментов заключался в следующем. Случайно выбранные люди подбрасывали откалиброванную монету несколько тысяч раз. Тому, у кого выпадет решка чаще всего, ученые обещали денежное вознаграждение. Сенсация. Средняя доля выпавших решек была равна 71%. Это противоречит всем законам теории вероятности. Получается, мозг человека способен просчитывать всю траекторию движения монеты. Возможно, этот механизм мысли работает и в более глобальных ситуациях. Может быть, подсознание человека способно просчитать цепочку случайностей, которые ведут к трагической гибели, и пытается предупредить сознание, замечая те или иные знаки судьбы. Я расстрою все тайны. Зеркало разбилось – это к верной смерти. В осколки глядеться – к беде. Если в доме покойник, все зеркала нужно обязательно занавесить на 9 дней, чтобы в них случайно не отразилась душа умершего. Откуда это поверье? Это связано с представлениями древних о том, что отражение в зеркале – это, собственно, душа человека. И, значит, если зеркало разбивается, вы можете потерять свою душу и, соответственно, умереть. Древние полагали, что зеркало показывает второе «я» человека и является дверью в другое измерение. Зеркало является, ну, вратами в мир духов. И если зеркало разбито, то есть как бы эти ворота открыты. Но есть и другое объяснение. В средние века не умели изготавливать серебряную амальгаму. На обратной стороне зеркала наносили тонкий слой ртути. Разбить такое зеркало действительно было смерти подобно. Простое материальное явление за века обросло мистикой. Рассыпать соль – сори. Одну из самых распространенных примет объясняют историки. В средние века соль была баснословно дорогой. Многие продукты питания засаливали, чтобы сохранить их на зиму в большом количестве. Рассыпанная бестолку соль гарантировала ссору в семье. Одна из самых известных бытовых примет. Ее мы знаем с детства. Если со стола упал нож, то в комнату войдет мужчина. Если вилка, то женщина. Кое-что отличает эту примету от всех остальных. Ее можно проверить экспериментально. Для того, чтобы узнать, работает ли пословица, мы проводим несложный эксперимент. В одной комнате я буду сбрасывать со стола нож или вилку. А во второй – четыре добровольца будут тянуть спички. Тот, кому достанется коротко, зайдет в комнату. Согласно теории вероятности, примета должна работать только в половине случаев. Но так ли это на самом деле? Сейчас я кину со стола нож. И если примета работает, то в двери появится мужчина. Первые результаты нас, скептиков, не удивляют. Посмотрим, что будет дальше. Это же только самое начало эксперимента. После 25 испытаний мы наконец решили подвести итог. 17, 18, 17 совпадений из 25. Невероятно, но похоже, эта примета действительно работает. Я расстрою все тайны. Чтобы стать везучим, москвичу Юрию Иванову нужно пройти последний этап нашего эксперимента. В народе говорят, это самая надежная денежная примета. Наш герой решил действовать дипломатично. Сначала втирается в доверие к птенцам. Ну что мы, будем с тобой удачу подзывать. А потом в прямом смысле подкупает взрослых особей. Хорошие голуби. Они приносят нам удачу. А я вот их покормлю за это. Юрий героически пытается заставить голубей сделать самое главное. В народе считается, что эта примета работает на все сто. Обнаружить экскременты птицы на одежде к огромному богатству. А Юрию очень нужны деньги. Насиживай мне удачу. Насиживай мне деньги, богатство. Но то, что обычно падает прямо с неба, легко и неожиданно Юрию достается с большим трудом. После сложных, изматывающих уговоров. Ты что-то у меня поставил автограф. Молодец, молодец. Ну вот, результат достигнут. Как теперь поведет себя Фортуна? Кульминация эксперимента. Мы отведем Юрия в одну из букмекерских контор Москвы. Он будет делать ставки и испытает свою удачу в режиме реального времени. А мы проверим, работают ли на самом деле приметы. Последние пять лет жизни 36-летнего некогда успешного менеджера Николая Семенова были кошмаром. Уже несколько месяцев он лечится в психиатрической клинике. Ведь он думает только о том, как привлечь удачу. Для меня была самая страшная эта женщина с пустым ведром, встретившись с утра. И если она встречалась, то я плевал через левое плечо. Пытался споткнуться о правую ногу, потому что если я споткнусь о правую ногу, то это будет хорошо. Числа, признается Николай, преследовали его повсюду. В машину, сумма цифр в номере которой равна 13, он не садился ни при каких обстоятельствах. И все время смотрел на часы, в надежде поймать сулящий счастье миг, когда секунда, минута и час – одинаковые цифры. Все это превратилось в настоящую манию. И я понял, что я не могу уже, вплоть до того, что я уже не понимал, как жить. Семья, жена и дочка уже не значили для него ничего. Жена Оксана сначала пыталась разделять странности мужа, но потом поняла – это путь в никуда. Я потом начала ловить себя на мысли, что я сама хочу встать с правой ноги, я хочу сама, я не знаю, какие-то такие действия совершить, чтобы мне повезло. То есть моя жизнь стала похожа на какой-то вообще тихий ужас. Николай лечится в реабилитационном отделении Московского центра наркологии. Таких, как он, здесь десятки. Их диагноз – магическое мышление. Излечиться от этого расстройства так же сложно, как от алкоголизма или наркомании. Вера в приметы – это уход от реальности. Это притягивание, можно так назвать, реальностью той, которой нет. Почему как раз и называется магическое мышление. Страдающие этой зависимостью уверены, если соблюдать все правила, обращать внимание на все приметы, можно взять главный приз в жизни – обмануть фортуну. Но это путь в никуда, утверждает психолог. В итоге человек просто становится рабом суеверий. Они заставляют человека работать на них. То есть он начинает от них зависеть. И вся его жизнь протекает именно в поддержке, в оправдании этих примет и в оправдании своей жизни. Потому что по-настоящему реальная жизнь начинает разрушаться. Я раскрою все тайны. Говоря о приметах, психологи оперируют термином «установки». По сути, именно она считается основным регулятором поведения человека. Установка определяет его восприятие и последующие поступки. Проведем эксперимент. Вот мои фотографии. Покажем их двух группам студентов-менеджеров. При этом, во-первых, ведем их в заблуждение, попросту обманем. Скажем, что это семинар по физиогномике, науке чтения по лицам. А во-вторых, и самое главное, как бы между делом скажем, одной группе, что я маньяк, а другой, что герой. Кого они увидят? Я вам сейчас покажу фотографии человека, который имеет криминальное прошлое. И по взгляду, и по выражению лица, как бы, в общем, да, что человек злой и, может быть, опасен для общества. Да, потеря, это вообще, как будто ему от жизни ничего не надо. Очень такой абстрактированный от всех, неприятный человек. У группы, которая считает, что они говорят о маньяке-педофиле, никаких сомнений. На лице ведь написано «это страшный человек». Будь они судьями, посадили бы, не задумывая. На самом деле, это классический эксперимент социальной психологии. Ученые проводили его тысячу раз с абсолютно разными людьми. Он доказывает одну простую вещь – человек зависим от изначально полученной информации. Это явление называют казуальной атрибуцией. Первая группа сказала, что я злой и страшный. Интересно, а что скажет вторая? Программа человека, который работает в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. В 2009 году был пожар, он спас пяти лет детишек. Любит жизнь. Очень. Доброта, характер. Ну, как сказать, мягкая сердечность. Добрая душа человека. Ясно, что мнения у групп совершенно противоположны. Эффект установки налицо. Что ж, раскроем карты. Я – рядовой репортер. Не маньяк и не герой. Ну, я, как видите, я не маньяк, не герой, и все со мной хорошо, я просто журналист. И вот ожидаемая реакция. Участники стали отказываться от показаний. Впрочем, мы, никто из нас троих не говорил о геройических качествах. Мы говорили об открытости. Я хотел сказать, кто-то удержался, что, ну, обычный человек. В общем, эксперимент удался. Мы доказали простую вещь. Наше восприятие можно программировать. Так и любая примета, как утверждают ученые, на самом деле программа. Если будущее, которое она обещает, сбывается, то мы получаем то, чего ожидали. Участник нашего эксперимента, катастрофически невезучий москвич Юрий Иванов, испытал на себе все счастливые приметы, сулящие богатство. Последние деньги отдал нищим, поклонился каждому встречному дворнику, добился, чтобы на его одежду попали птичьи экскременты. Чтобы закрепить результат, сходил к мастеру языческих обрядов. Над ним провели ритуалы, притягивающие деньги. И так Юрий готов. Наступает кульминация. Сегодня мы узнаем, работают ли приметы. В этот день он встает строго с правой ноги. Выходя из дома, бдительно следит за тем, чтобы поблизости не было черных кошек. Юрий приезжает в самую крупную букмекерскую контору Москвы. Здесь большой выбор игр, и можно делать ставки. Сейчас участник нашего эксперимента испытает фортуну. Задача максимум увеличить в несколько раз имеющуюся сумму в тысячу рублей. Сначала он ставит на первый попавшийся футбольный матч. Так, ну, вперед. Потом на тот же вид спорта в чемпионате Румынии. Он ставит на команду Краева. Хотя, признается, слышит о ней в первый раз. Можно поставить тоже, да? Затем на бильярд. Юрий взволнован. Если удача окажется на его стороне, у него появится надежда расплатиться с долгами. Но одна за другой следуют неудачи. Ставки проигрывают. В прямом эфире букмекерской конторы идет баскетбольный матч Филадельфия-Майами. Юрий решается на последнюю ставку. Филадельфия-Майами. Можно поставить так, чтобы в конце кто выиграет, да? Баскетболисты то и дело берут тайм-аут. Юрий нервничает. Чудо все-таки случается. Игрок Филадельфии бросает сразу два трехочковых мяча. Супер. Впрочем, это маленькое чудо глобально ситуацию не изменяет. Из пяти сделанных ставок нашему герою повезло лишь однажды. Он поставил тысячу рублей, а выиграл 800. Эксперимент по привлечению удачи провалился. Удивительные истории, которые мы вам сегодня рассказали, имеют одно простое объяснение. Веру в приметы психиатры называют мистическим мышлением. Многие люди склонны трактовать все происходящее в их жизни события в особом мистическом ключе. Это как эффект вещих снов. Наше подсознание генерирует мириады сновидений. Вещим становится одно из них, а остальные просто забываются. По теории вероятности так и должно быть. С вами была Анна Чапман. И мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале РЕН-ТВ.